Яркий региональный фестиваль и также отличный способ привлечь туристов со всей страны и даже зарубежья. К примеру, Абалакское поле – мероприятие уже с международным статусом. В прошедшие выходные на него съехались гости и участники не только со всей России, но и Белоруссии, и даже Германии. На два дня Тобольский район погрузился в эпоху раннего средневековья. Слово Ольги Куричко. На ресталище схватка за схваткой. Бойцы идут стенка на стенку, один на один. Зрелище захватывающее. Здесь и сила, и ловкость, и красота. В доспехах юристы, экономисты, инженеры. В свободное время эти ребята возрождают историю. Для этого мы тренируемся. Тренируемся и доказываем, что мы тоже можем быть таким же, как они, и не пострамить, как говорится, славу наших предков. Сергей Симунин из Брянска делает кольчужное полотно бармиц. И его коллеги возродили походную кузню и гончарный круг. Любители исторической реконструкции из разных уголков страны в Абалакской крепости воссоздали средневековый город. Ремесленники делятся секретами мастерства, дамы демонстрируют одежду. В то время крашеная одежда, это уже было дорого. Причем были красители, которые везли чуть ли не с другого конца света, из Индии. Серебряные височные кольца – это максимум славянских средневековых костюмов. После крестовых походов европейцы увидели Восток. Их дамы получили красивые наряды, украшения. Вот за такую бусинку можно было купить рабыню. Вещицы, стилизованные под Средневековье, продавали на ярмарке. Свой товар представили здесь сотни умельцев. Свисток у нас тоже с разумом поучительный. Он и семечки клюет, качается и свистит, да по-разному. И как свиристель. Чтобы детки наши, россияне, хорошо говорили букву «Р». Родина, Россия, рубль, работа. Шуточные испытания повсюду поджидали гостей. Это вообще такое массовое, великолепное зрелище, что это надо видеть просто. Это надо в этом участвовать. Несмотря на то, что за время проведения фестиваля прошло 4 ливня, Абалахское поле посетили 15 тысяч человек. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тюменское время. Продолжение следует...